Например, дети нас не слышат, дети нас видят, поэтому учитесь ложиться в 10 часов, спать, лично. Передный вопрос лаборатории Санкт-Петербурга. Какой вы последний раз принимали с одним человеком, вам и за него пересекли? Можно я чуть-чуть поболтаю? Ох, холодно. Сейчас я вам, не сейчас, попозже, я вам расскажу про мероприятие, на котором была Атлеарошпазе, там очень полезная информация, про сон. Но сейчас, вот прям сейчас, я была на другом мероприятии, и в Инстаграм буду разыгрывать вот такую вот коробку, вау-бокс для деток. Это не просто коробочки, это коробка с книгой интерактивной. Я уже в своем Инстаграм показывала книга офигенного качества, щелкунчик, вот, мышиный король. И здесь, видите, есть интерактивная игра, и сейчас мы загрузили на телефоны каждый себе, и давай смотреть. Ну, интерактивная. Блин, это так круто, он с тобой разговаривает, песни поет, там аудиокнига. И подписка стоит, если вот вы, подписка стоит 219 гривен, то есть если вы подпишетесь там на 3 месяца, на год, на полгода, вот. А если просто купите один раз, чтобы попробовать, стоит 259. Это вообще минимум для такой игры. Я просто, знаете, как мама, я каждого родителя просто призываю, что надо читать книги. Но это не просто книга, это как бы, если ваш ребенок не любит читать, то такая книга однозначно понравится. То есть вы начинаете читать саму книгу и включаете на планшете или на телефоне интерактивную игру. Получается, что этот герой, который в книге, он оживает. Там еще есть девочка такая, принцесса. В общем, короче, классно. Мне очень понравилось. Я как ребенок только что, вау, он разговаривает. Ну, это моя такая была реакция. Мне кажется, у детей будет реакция еще круче. Поэтому я вам рассказала про эту игру. И следующее будет, перед этим была Алиса в стране чудес, но это было отдельное. А сейчас, 1 декабря, можно на новой почте купить вот такие вот боксы. И каждый месяц будет разная сказка. Что рассказали? Сказали, что для детей хотят сделать праздник. Чуть-чуть увести их от соцсетей и всего-всего. Ребенок, по факту, в интерактиве с телефоном, но полезным. Потому что он слушает сказку, он разговаривает с этим героем. В общем, это круто. Еще тут есть плакат с Гопчинской, с ее автографом. Вы не представляете, что будет с Доминикой. Она просто помешана на Гопчинской. И если она увидит, что у меня тут плакат для нее, да еще и с пожеланием счастья. Вы что? Это будет просто. Просто. Это будет истерика в хорошем смысле этого слова. Вот, я вам рассказала. Я буду разыгрывать эту коробочку, поэтому заходите на мой инстаграм, я здесь прописываю. И участвуйте в розыгрыше. А если вдруг вы не победили, то можно на новой почте эту коробочку купить. Закатила рассказать о сне. Вчера я была на мероприятии от Ля Роши, презентация была, новинки, лепикар. В общем, все как обычно. Полезная тоже информация, полезные продукты. Я думаю, что каждый, кто пробовал Ля Роши, он знает, что это офигенная косметика. Особенно для детей, у кого атопический дерматит или начало атопической дерматита, или просто сухая кожа. Потом выступал врач. Я вставляю фотографию кандидата медицинских наук, он кардиолог и так далее. И он рассказывал, что сон для человека очень важен. Это каждый знает. Но важный сон с 10 до 12 ночи, самый важный, который во время этого сна вырабатывается гормон счастья. Почему мамы в основном нервные, депрессивные и так далее? Потому что он говорит, ко мне обращались разные. У них есть такой аппарат, который вообще лишает человека храпа. То есть это все взаимосвязано. Я сейчас ничего об этом рассказывать не буду, потому что я не доктор. Полностью передать информацию вряд ли у меня получится. Я просто хочу сказать, донести до вас. И сама буду пробовать. Это очень тяжело, честно, потому что после 10 жизнь только начинается. Он сказал, что надо засыпать не позже, чем 10 часов. От 10, то есть 22 и 00, то есть 2 часа вот этих, это важный сон. Вот надо спать с 10 вечера до 6 утра. Вот это, говорит, самое важное. Вы будете счастливыми, красивыми, и все будет отлично. И я реально понимаю, может быть, все мои проблемы сейчас, недосыпа, похудение, такого, знаете, как раздражение. Может, это все от неправильного сна, потому что Димит засыпает, Ника засыпает, и я начинаю работать. И засыпаю тоже в 2-3, рано встаю. То есть у меня мало то, что недосып, так я, оказывается, еще и не получаю этот гормон радости. Вот, поэтому я сейчас, знаете, устраиваю для себя такой челлендж и буду планировать, даже не планировать, а вот буду прям очень стараться засыпать в 10. Вчера я уснула в 11. Я попробовала уснуть в 10, у меня не получилось, но в 11 это уже хорошо. То есть маленький кусочек гормона счастья я получила во сне. Вот, плюс он еще рассказывал про сон поверхностный, сон глубокий, что они дают. В общем, очень полезная информация, погуглите. И, а, давайте я сделаю так. Он говорит, что у него есть блоги, 2, по-моему, 2 блога. Я тут оставляю, или внизу под видео я оставляю активные ссылочки на его блоги. Я сама зайду еще почитаю, просто он очень много рассказал, я уже многое поняла. И, кстати, он еще рассказывал, почему бывает детская смертность в плане «ребенок уснул во сне». Почему это бывает. И взрослых тоже такое бывает. И я и Доминику хочу проверить, потому что когда проблемы с носом, вот это вот пазухи эти, там тоже могут быть такие проблемы, что человек ночью не дышит. То есть он, например, спит, 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 пару секунд, он не дышит, потом он делает так, типа, ну как или, как в виде храпа это. Ну, в общем, он как-то так рассказывал, он говорит, я сразу это понимаю. Но я как бы не понимаю. Ника иногда делает такие моменты, как будто как похрапывает, но это не храп, это что-то другое. И я такая напугалась, думаю, у нее как раз проблемы с носом, у нее часто аллергическая. И вот все он, то, что он рассказывал, все есть у Доминики. И я такая, о боже. Я записала Доминику на вот это обследование. То есть получается, что ребенок или взрослый, неважно, он спит, к нему подключают давление, пульс, потом вот этот аппарат, и полностью все измеряет. Фазы сна, когда уснул, есть ли вот эти вот всякие моменты. Ну, в общем, я хочу Нику проверить, чтобы я уже тоже не беспокоилась. Представляете, вот насколько это полезная информация? Ну, лично для меня я не знала о таком. Может быть, вы знали? Напишите в комментариях вообще, что вы знаете по этому поводу. Знаете, что я сделаю? Под видео краткую информацию из того, что я получила, я напишу. В Инстаграме я сделаю пост. Я соберу все мысли в кучу, потому что на видео как-то оно так хочется быстро все рассказать и не затягивать видео, потому что это, может быть, кому-то будет неинтересно. Поэтому читайте меня в Инстаграм. У нас объявили военное положение. Очень такая нехорошая обстановка в формате, даже внутреннем, да, то есть ощущаешь как-то так. Но не в самом Киеве, а по регионам, то есть по границе с Россией и по морю. Вот, поэтому зацепила некоторые областя, в том числе и Мамина область, она сейчас в Запорожской области. Вот, и... Ну, я думаю, что на граждан это особо никак не скажется, это больше политическая такая тема, но все равно это очень неприятно. Ладно, не будем трогать политику. Итак, Ника, вот там вот сзади плакат, посмотри, что это за плакат. Ай, это Гопчинская, Боже! А посмотри, с чем он? С автографом! С автографом! Она с ума сходит за Гопчинской, ей безумно нравятся ее картины, она очень крутой иллюстратор. Селкунчик, он же с иллюстрацией Гопчинской. Поэтому, очень красиво. Я повешу или на потолке, или... На потолке, да, чтобы смотреть. Да, или перед кроватью. Да, все, мы возвращаемся домой, мы от школы едем и от садика. У нас вся машина забита, я не знаю, новой почтой, там сегодня забрала кучу посылок, потом продуктами, у меня, вон я была в магазине кабанчиком, у меня свитшот и спортивный костюм, потом еще одна крутая штука, штатив для этого, как его, для телефона, очень прикольный сын. Я хочу обзор сделать, потому что, мне кажется, для начинающих блогеров и для обычных мам, которые снимают своих детей, ну, в общем, можно сказать, практикуют, да, блогерство, даже в хом-видео, то очень полезная штука, хочу тоже показать. И клеевые палочки, Ника, тебе купила. Спасибо. В общем, куча у меня всего, поэтому у меня машина забита. И, кстати, Дема есть мороженое. Да, это, как говорится, без комментариев. Девчонки, вот то, что я говорила. Прикольная такая штучка. Я сделаю обзор на него. Он очень удобен, как бы отсоединяется от основного штатива. И можно держать в руке и нажимать, вот у кого айфон или вообще любой телефон, очень неудобно фотографироваться, дотягиваться до кнопки. А тут, получается, вы вот так вот держите, нажимаете на кнопку. и, соответственно, как бы, ну, фотки получаются лучше. Вот. Ну, прикольная такая штучка. Вот, фирма Адонит. Я, в принципе, внизу могу оставить ссылку, где можно купить. Качественные. Вот этой вот фирмы очень качественные аксессуары. Так, это одно. Потом, я Нина проезжала кабанчиком и потом думаю, заеду. Заеду, потому что знаю, что там новая коллекция и думаю, 100% что-то найду для себя тепленькое. И действительно, вот такой вот взяла свитшот. Стоит он 1390-1400 гривен. Удлиненный, бежевый. Я взяла в размере XS. Вот. Он вот такой вот. Сзади на попке он длиннее, чем спереди. Смотрится очень классно. Я в сторисе показала и взяла костюм. Вот свитшот на флисе очень теплый и спортивный костюм на флисе. В инстаграме я тоже сказала, что у меня вот это уже третий спортивный костюм. У меня есть бежевый, он такой весенний-осенний и есть такой летний. Он в другом цвете, такой малиновый, даже не малиновый, а такой коралловый цвет. И вот такой вот взяла, даже не знаю, что это за цвет, такой песочный, цвет асфальта, не знаю. цена брюк 850 гривен и кофты тоже 850, то есть 1700. Очень классно сидят вещи, прикольные. по логотипу понятно, что это кабанчиком. То есть, в принципе, даже если я еще не вижу логотипа, идет девушка в спортивном костюме, я уже знаю, что это кабанчиком, потому что они очень классно отшивают вещи, у них хорошие лекала, мне очень нравится. Вот. И что мне нравится, это качество, потому что у меня первый костюм летний, я его вот уже стирала много-много раз, и у него он не выцветает, то есть не вымывается цвет, это очень важно. Бежевый вообще, я думала, что он будет марки, он вообще не марки, он очень классный, и я, в принципе, могу вам их показать сейчас. вот два спортивных костюма, один бежевый, тоже, видите, кабанчиком, и здесь он вот такой вот, он как бы тоже теплый, но не настолько теплый, например, как флиз, и вот качество, я сколько уже стирала, стирала, уже сколько я ношу, уже, наверное, сколько, два года я ношу этот костюм, и он как новый, и этот вообще три года ношу, он тоже вот, но он более такой легкий, в размере эски, тут одинаково, вот, манжетики, а здесь манжетика нет, но он летний, он чуть-чуть другой, то есть фасон такой же, просто внизу, на штаниках другой, вот видите, и цвет тоже классный для лета, вообще супер. была на презентации La Roche-Posay, я вам говорила, рассказывала, и сказала, что я покажу, да, что же у нас тут в новинках, подарили такую подушку для хорошего сна, La Roche-Posay, Лепикар, глазки и ротик, это почему, к тому, что детей, сейчас закрою, это дети разговаривают, это к тому, что у деток, страдающими атопическим дерматитом, они очень плохо спят, они чешутся, вот как у меня Демка вчера, говорит, мама, у меня нога чешется, он, наверное, полчаса крутился, вертелся, вроде уже уснул, потом не смеется, я говорю, что случается, у меня нога чешется, смотрю, а там кружочки этого, начинается, птический дерматит от колготок, сухость кожи, я сразу же его Лепикаром, потому что у меня есть, у меня в принципе много La Roche-Posay продукции, я намазала, и ребенок сразу уснул, вот, новиночка, здесь бальзам и гель для душа, такой гель-бальзам, это не только для деток, это и для взрослых, если у вас сухая кожа, потому что я спросила, ну, то есть Демит взял сухую кожу от меня, потому что я, например, искупалась, я обязательно наношу на себя, средство, или крем, или какой-нибудь бальзам, то есть какое-то средство обязательно наношу, вот, если бывает такое, что я там торопилась, вышла и не нанесла, у меня потом такая сухость кожи, просто караул, поэтому такие продукты будут спасать и взрослых. на салфеточку, на салфеточку, на салфеточку, на салфеточку, что ты кушаешь? Куплю макаронико с сельсками, с салфеточками. Хорошо. Мы были, да, бьете, а, нет, коктейль, малиновый коктейль, да, бьете, коктейль, не малиновый, а какой? Малиновый мятный. Малиновый мятный. А кубича? Хорошо, куча, бьете. Были у врача, у педиатра, я уже дома расскажу, покажу, что я на врачу, все, что сказала, но можно разоматься, в организме здорово, вот так. Собирайся просто летом. Я тоже зашла к врачу, потому что у меня так целая история, волосы выпадают, но это я все дома расскажу, потому что как и не очень удобно. Я расскажу про анализы, какие я сдавала, и что мне врач сказал. Обещала рассказать вам про Демида, про анализы, про себя, только про себя я хочу снять видео, потому что там целая история, я худею, волосы выпадают, в общем, все как-то так непонятно. Я сдала целый пакет анализов, вот прям пакет, ну так тут написано, пакет номер. Вот, но я хочу снять на эту тему отдельное видео, почему? Во-первых, чтобы во влоге о болячках или о каких-то там моментах не рассказывать, отдельное видео, кому интересно, тот посмотрит. Это первое. Второе, это полезная информация для тех, кто будет конкретно искать что-то, поэтому скоро будет. Вот, и тут я тоже была у врача, тоже он мне порекомендовал, но тут я во влоге скажу, по моим анализам, по всему, мне он прописал мелатонин. Кто знает, почему, тот знает, кто не знает. Опять же, я все расскажу в видео, вот, в будущем. И расскажу, почему волосы выпадают, и как остановить это выпадение, и какие анализы я сдавала. И вообще, лучше всего, конечно, пойти к врачу, рассказать ситуацию, и вам врач сам назначит, чтобы не заниматься самолечением. Это самое правильное. Но в любом случае, видео сниму, просто, как знаете, как полезную информацию. По поводу Демида, мы были у педиатра, в предыдущих влогах вы могли видеть, это уже как сериал, в предыдущей серии, так и у меня, в предыдущих влогах. Вот, если затрагивать предыдущие серии, и то, что есть в этой серии, то Демид здоров, его уже можно отправлять в детский сад, но, я решила, что в детский сад мы пока ходить не будем, мы поедем в Трусковец, потому что еще ранее врач рекомендовал, вот как только Демид заболел, и у него был ацетон, врач говорит, как только у ребенка спадет ацетон, если есть возможность, езжайте в Трусковец. Мы все равно планировали поехать отдохнуть, думали поехать в Египет, погреться на солнышке, но вот видите, Трусковец полезнее и важнее. Поэтому сейчас собираюсь с Трусковец, и будут влоги с Трусковца, и врач порекомендовал Демиду препарат, называется он Биарон, Биарон-С, вот, здесь написано, что он, это профилактика простудных заболеваний, но тут дело даже не в этом, я считаю, что в принципе, давать ребенку типа противовирусный не стоит, ну, это мое такое мнение, оно сугубо мое личное, вот, но тут другая ситуация, он пропил антибиотики, и здесь написано, что если ребенок перенес антибиотикотерапию, вот, если нет аппетита, заставить кушать, напишите в комментариях у вас так же, и что вы делаете, чтобы ребенок ел, я уговариваю, я там чуть ли не плачу, уже бегаю с ложкой за ним, когда еще кормлю, более-менее, когда сам вообще не ест, вообще не ест, за маму, за папу, за бабушку, за дедушку, за Нику, в общем, это просто, накормить невозможно, и тут еще написано, что, если дети часто болеют бактериальными инфекциями, верхних отдыхательных путей, в общем, рецидивы, когда бывают, поэтому попробую давать, я хочу пост в инстаграм написать, наверное, уже есть, раз видео выйдет в понедельник, то пост уже тоже будет, так что подписывайтесь на меня в инстаграм, кто не подписан, вот, про болячки закончили, рассказала, рассказала по планам, что собираемся ехать в Трусковец, и я вам уже показывала, я в платьице, в таком свитшоте, удлиненном от кабанчиком, и я просто, просто теплый, спортивный костюм, и это платье свитшот, я снимать не хочу, мало того, что оно, знаете, когда новое, хочется одевать все время, и чувствуешь себя в нем очень комфортно, очень, вот, ну, в общем, в принципе, пока так, сейчас я еду на одно мероприятие, оно касается, людей с инвалидностью, в принципе, меня пригласили, как блогера для оповещения, таких вещей, и я, вы думаете, ехать хочется, нет, не хочется, ехать в центр, слушать, потом возвращаться обратно, у меня есть чем заниматься, но, я хочу поехать, потому что, это больше не для меня, в формате, как бы, ну, выгода не для меня, это хочется послушать, для того, чтобы вам рассказать, может быть, среди ваших знакомых, или, может быть, вы, или, может быть, ваши близкие, есть люди с инвалидностью, на колясках, то, какие у них есть возможности, потому что Украина у нас отстает от этого, от, знаете как, у нас люди с колясками, они не могут спуститься, если они живут там, на пятом этаже, они не могут заехать в магазин, то есть, у нас нет приспособленности к этому, и вот, я хочу послушать, что Украина предпринимает, для того, чтобы люди полноценно жили с инвалидностью, где мы находимся, в магазине Кабачиков, новая коллекция, а я уже в спортивном костюме хожу, сколько уже? там много, три дня, три дня точно, все, но три года, нет, подожди, три года я хожу, в костюмах, три года и три дня, у меня их три, я уже их показывала, я уже их показала, а у нас предыдущие, сегодня, да, небольшая, лимитированная, капсульная коллекция, посвященная Новому году, вот девочки, она здесь, с блестящими принтами, нового года, они думают, все говорят, про просека, потом, без бокала нет, бокала, и вот еще, смотри, dance all night, и что, здесь? красивая, sleep all day, да? да, да, еще, вот, ой, по цвету, какой мой костюм, и вот футболочки сделали, прикольные, и, на Новый год, надо такое делать, да, медведь с кабачком, это, потому что, это жгут чей? это ж ваш, круто, а, ну-ка, медведь с кабачком, все нормально, все как надо, очень круто, ногти вам сразу покажу, вы понимаете, это капец, что будет дальше, я не знаю, там много чего, на самом деле, книгу подготавливаем, к осеннему балу, снимаем, таймлапс, это быстро, будет, пройти, как макияж, подружных материалов, вот, я хочу вам показать, никуда и после, и хочу еще, не знаю, в этом видео, в следующем, влоге показать, никуда на выступление, думаю, чуть-чуть, все-таки, засниму, на мне гольф, я вам его показывала, уже позже, он такой теплый, внизу оставлю ссылочку, если вдруг вам надо, рекомендую, прям, я, правда, его еще не стирала, не знаю, какой будет после стирки, но вот так, качество очень хорошее, книгу показываю до макияжа, если честно, я не знаю, я, кстати, тоже у нее спрашивала, ну, что, какие вообще будут, поощрения, поощрения, да, какие-то, привилегии, да, потому что она реально очень старается, ну, по факту тратится не только, как бы, время, да, но и деньги, конечно, так, без макияжа, потом покажу вам, с, еще у нее вот локоны, на ее длину, конечно, это работка такая, да, работки, теперь нормально, в салоне, red lips, красные губы, находятся на Лукьяновке, вот вам флайер, если вдруг надо, кто-то рядом живет, вот номер телефона, но я внизу оставлю все ссылочки, вот инстаграм, вот адрес, некрасовская 1, офис 1, и скидка 10% написана, при первом посещении салона, на любую из их услуг, о, круто, так что, девочки, я здесь проходила тоже, уход за лицом, там у меня был, да, правда, нам делать, процедуры, боже, как он назывался, не, я делала другое, я делала маску, маску для лица, и еще делала лифтинг, вот, делала лифтинг, но надо делать несколько раз, в моем случае 3,5, вот, и в принципе, если делать на постоянной основе, то тоже дает скидочку, мы замерзли, поэтому пьем чай, нику не узнать, я вижу, вообще, ну, я сценический макияж, так должно быть, ярко, ну, прям, очень красиво, сейчас еще укладочка будет, вообще, мне кажется, что укладку пофоткать, ну, как вам, Доминика, настоящая мисоси, такие волосы, ой, ой, клаус, и вниз глазки, нет, подбродочек вверх, так, оставишь, просто глазки вниз, да, красотка, можешь еще покрутиться, с брачком, очень, вот так и смотри, как ты смотрела, голову задирай, наверх, угу, такая кукла ты, Ника, о маме, ко мне, о папе, о маме, о нынешении, о маме føлит с лавой моль Thought, о маме socks, оalnızimientos младㅋㅋ Kелant, Продолжение следует...